hello everybody hi my students hello friends вот всего лишь полгода с 24 декабря прошлого года и вот до июня конца как раз полгода произошло надо было разобраться трампу что ему не подходит его министр обороны исполняющий обязанности шанахан он назначил перед рождеством прошлого года да значит мы же его сразу предупредили и у нас было видео кто там в полосатых купальниках прошинахана почему потому что он морской человек и первый пытался быть министр обороны первый из военно-морского флота ну вот он отказался видимо не справился потому что не вписался и мы об этом говорили к которой политика должна быть грамотной не сработался с трампом не сработался с коллективом подал заявление об уходе не стал даже на конгресс свою кандидатуру выносить значит там дело ясное я тут сошлись на то видео предыдущие где мы рассматривали шанахана а сейчас мы рассмотрим нового его министра обороны значит сша который трамп назначил он был командир сухопутными войсками это марк эспер как много вы мне твоем слилось как много в нем отозвалось эспер это греческий вечерний звезда эспер река в германии эспер мужское имя эспер это человек сокращение эспер паранормальный человек обладающий паранормальными способностями ну про марка нашего этого не скажешь это человек попроще хотя логику у него есть пятерка одна есть матрица вот коротко его рассмотрим опять точки зрения пифагора и опять покажем что трамп опять наступил на на грабли на на другие грабли как говорится с одни грабли сошел на другие наступил то есть человек заранее вот сейчас мы говорим он только заступил этот эспер а мы уже говорим заранее что он ему не подойдет опять придется ему менять либо это уже будет конец действительно вечерняя звезда и всеобщие там ядерная война вот он марк эспер его министр обороны сша 26 четвертого год дракона 64 год и все золото что блестит но сумма у него хорошие 13 и дельта это критикой разрушитель это для обороны это хорошо то есть разрушать планы противника почему предыдущий министр обороны какой у него главный недостаток мы отмечали в тот раз медлительность он проявил медлительность где в венесуэле то есть он не смог опередить нашего главнокомандующего и нашего министра обороны за это его как говорится пендели и дали вот сейчас другой человек мы его посмотрим какие у него характеристики видим что это тоже не военный человек этот человек любящий награды по хвалу и считающий себя самым умным талантливым но харизма у него есть поэтому он проник в высшие сферы ну видим еще происхождение логика есть но вот бордачный человек видите 1 красными обозначены все отрицательные его черты а зеленым обозначены все положительные черты ну порядочность там внутри в своем коллективе это понятно и вот очень большая способность зарабатывать деньги вон там это все министерство обороны может освоить вместе с рампом они там все оприходует и духовность в порядке у него он человек не это не генно-манифицированный да то есть не гибрид у семьи у него большие требования цели все у него правильно он сначала смотрит а потом назначают цели сначала оценит обстановку но вот привычку четверка много привычек он тяжел на перемены довольно таки не может так сменить свои привычки которые ему мешают иногда вот так самооценка чуть завышена но это ничего ум и память то есть талант небольшой талант и особый и самый главный недостаток нету вот этой семерки ну логика компенсирует поэтому он за счет логики он может вылезти из невезучей ситуации даже может лотерею хорошо сыграть но вот это вот барда то есть вот не такая бардачность что ли непорядок в доме но когда командир придет он все наведет идеальный там порядок марафетчик короче говоря это человек марафетчик он празднику там или к поверке какой очередному смотру наводит все идеальный порядок неожиданно спонтанно вот такой человек этот харизматический по портрету смотришь харизматичный по подробнее чуть мы его рассмотрим не все золото что блестит способен пойти на плохое дело и выиграет но как дракон по характеристика дракона также и у нас есть люди тоже даже как говорится в высшем командовании есть драконы которые тоже на это идут не любит экономить вот эта тройка бардача все она еще не любит экономить особенно бюджет он не будет экономить ну и любит как говорится показать товар лицу фасад свой любят похвалу награду но он не командир у него двоечку это скрытые гаи и близкий к эгоистическому характер все делать будет для того чтобы похвалили и огромная тяга к деньгам зарабатывание этих денег это тут хлебом не кормил он освоит этот бюджет не любит перемен но у него да такой вот стабильность четверка это уже другие договорят не сдержанный язык ну это как дракон все драконы они не сдержанный язык могут собаку спустить 55 лет ему всего то есть он на 12 лет младше нашего как говорится да и трампа а трампа он вообще на 20 на 20 лет почти да ну да ну не на 20 трава трамп 46 года ему 73 года вот у него большой артистизм и сейчас у него третья фаза жизни начинается первая фаза у него были благополучия вот здесь он может нет первая фаза у него тоже была плохая там он с семьей у него были нелады большие кризисы с семьей и так далее так далее вот а вот третий тоже здесь его может артистизм этот подвести очень сильно пасси немедленно приведет его большим неприятностям кроме того как дракон он вот со справедливость собакой с трампа ну стран не не в том что он собака он рожден год собаки и под лозунгом идет справедливость и вот собака они никак дракон не уживается в принципе кто вот подачу ему дал чтобы его назначить этого товарища я не знаю но здесь возможен конфликты и серьезный потому что собака она не будет верить этому дракону этому марафетчику будет его все время проверять и где тот бардачу свое проявит и все такое прочее то есть это не совместим с трампу по характеру там не будет ему верить если неудача у него пойдут там какая-то там неудача то он превращается в циника и дальше идет по наклонной плоскости вниз очень быстро вот чуть при малейшей неудаче значит теряет самоконтроль и и нервная система у него страдает я от нервной системы сразу отказывает опорно-двигательный аппарат то есть он начинает сша с радикулит по 10 трампа трамп то выше его он главнокомандующий и если что-то недовольство всякой трампа будет на спине вот этого есть пера нашего вечерней звезды то есть она еще будут тухлеть и тухлеть это то есть более менее яркая будет и такой прочее вот слишком полагается на удачу и плюс вот эстет еще у него есть такая черта как эстет и еще усложняет ситуации вот ситуация казалось бы проста но ему надо все это усложнить и сам состоит из противоречий и внутренние черта есть робость для команды команды министра обороны это она никуда не годится он там будет замы будут ими ворочать эти секретарши будут его водить за этот как говорится за шлагбаум за его вот непредсказуемых поступках то есть это в общем-то не всегда плохо потому что с точки зрения противника вероятного это очень хорошо но с точки зрения начальства это плохо с точки зрения трампа вот и кроме того он с другой стороны может быть хорошим великолепным стратегом потому что хорошо оценивать последствия своих поступков еще вот тот важный весьма коварен в действиях и никаких угрызений совести он не испытает то есть здесь уже в венесуэле наша команда не столкнется с очень коварным врагом и чаются не сдобровать после этого там моим 17 полетят и все такое покоряет быстротой то есть быстрота его действия покоряет но бывает вот и такие люди как они бывают и тихонь и если вот срок бы с ним преобладает он будет тихоня и здесь уже быстрота от него ждать это по его действиям будет видно бывает тихоня такие люди что для него характерно решительность наблюдательность и орг способности ну видимо вот эта фамилия спорта на кого приподнимает человека обладающий и экстрасенсовыми способностями кроме того эспер это какая-то стратегия в игре джет джет какая-то игра джет а не помню какая-то игра и вот эта стратегия называется тоже эспер то есть фамилия как бы его приподнимает на этот уровень тем более вот ну плюс у него что хорошее что-то у него здоровье две четверки нормально всех символ как говорится да вот таким образом то есть у него половина признаков положительные так вот в матрице до примерно половина сколько у нас 4 5 6 7 ну 7 да и отрицательных раз два три 4 5 6 7 8 вот такие дела а больше положительных тогда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 и 8 правильно всего 17 должно быть клеточек вот такой у нас эспер и опять мы говорим о том что да то есть не идеально и там тоже кадровая политика она тоже у сша тоже не идеально как у нас но видите все таки постепенно они быстро разбираются и всего полгода понадобилось чтобы заменить негодную деталь заменить от этой министерской обороны машины заменить но с другой стороны вот вечерняя звезда тут она как говорится уже надо ухи вас продержать нашим этим командирам да куда они гребут они видите тут они гребут против двух течений первое течение это зарубежное течение да и второе течение это народная волна которая постепенно высоту свою поднимает достигает 9 скоро достигнет 9 вала что еще раз показала вот это вот очередная 17 пресс 17 неудачное до число пресс-конференции почему неудачные считаю потому что вот у меня сидят руси который всегда голосует за этого гарантия за нашего и лодку как говорится могли перегрызть мне когда я говорил что-то критическое в отношении нашего гарантия но сегодня вот они мои роды выключили эту как говорится толковище и вот там в соседней комнате смотрят уже кино то есть они не смотрели этого гарантия почему потому что даже надоел тем кто был фанатом вот то есть это уже девятый вал приближается вот между вот этими двумя течениями западной здесь грозит уже м17 здесь выдвинуты уже обвинения конкретные лица уже показаны которые виноваты бы часть этих лиц вчера рассмотрели четырех человек из их более менее близок конечно гиркин и вот этот украинский товарищ у него три совпадения то есть они были в теме выстрела да ну и как подразумеваю конечно их подставили потому что это же была международная подстава голландцы на это очень мастера большие потому что неважно подставили подставили а также как вот пожог рейхстага вот это вот или там радиостанции гляйвец также и вот м17 вот поди докажи что ты не осел что тебя нельзя на нюрзовском процессе достать вот таким образом еще дальше значит решение вот этого гагского суда как g айти до команда тим же эти тим м17 она приблизит к новым санкциям а какие санкции это новый у нас 40 процентов капиталов находится на границе пример 46 процентов нашего всего благосостояния но это где-то порядка 86 триллионов долларов то есть все это теряется и несмотря на то что здесь вот накоплено какие-то резервы большие кудрин все время копит 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 своя а свое все не развивается даже мусор мы боимся дать денег чтобы организовать мусорный конвейер ведь это же решается все в научном плане должно решаться и это государственная задача а здесь все скинуто на места уже сказано что нужен хозяин он сам сегодня смешно что я тоже заметил немножко краем ухо слышал радио в отношении мусора он сказал что нужен хозяин но он имел ввиду на местах а я-то про это говорил где-то вот мы в лекции говорили что нет хозяина стране и уже лубянка есть хозяин потому что пошел по базару там подешевле кого найти и все то есть он государственном на государственном уме задачу решать это не не хочет потому что это задача такая же архи сложные как скажем строительство вот моста до аляски или метро до аляски или до этого до ямонта у него есть метро вот пример такая задача или строительство с капустим космодрома или проведение олимпиады но здесь нужно технологически опираться на опыта нашей науки но они же науку потоптали еще медведев 2006 году в мгл сказал что ну ребята вы подготовили здесь у вас подготовили езжайте это за границу там и работайте а а местные вот здесь пусть дурачки сидят у нас вот и просиживать места в этих оставшихся книги академических и уже неизвестно кто там сидит который может и не знает науку то все опираются на иностранцев вот таким образом то есть нету нету хозяина это сейчас все поняли даже все кто видно что не специалист юрист не может управлять государством если он только юрист или просто стяжатель который вот эти миллиарды гнал туда на в офшоры через ралдугиных фигугиных и всяких фабержов и моржов там их несколько крюльморжовых у него там буквально человек там команда какая вокруг гранище и вокруг премьерища и вот сегодня сложилось такое впечатление что это выступление как и предыдущие вот в ряду других предыдущих выступлений возникла мысль зачем он проводит эти пресс-конференции зачем они нужны и дошло до меня вот такая мысль что он адвокат медведево он его отмазывает отмывает на этих предков конференции и все время хвалит правительство правительство это сделал правительство то сделал правительство думает правительство указать дало указание то есть получается что он работает на этих предыдущих конференции как адвокат вот этого нашего дьявола в кроссовках, да, ну в кавычках дьявола, конечно, ну может быть и без кавычек, потому что по делам-то видно, что без кавычек полностью 100% антинародной хабадной, хабадной экономической политикой хабадной, то есть геноцид. Так уж как в Германии вот этот вот Любке в своей государстве, этот правитель, мы говорили про него вообще позавчера, что этот Любке, он учинил то же самое, это форма геноцида, который сами же развили вот этот геноцид, определение дали сами же евреи, вот еврейский юрист один в 33 году, он дал определение, что это одно из признаков геноцида является вытеснение мигрантов местного населения, геноцида, это то, чем занимались американцы, когда они теснили индейцев, с хороших земель и полезных ископаемых. Вот таким образом, то есть две волны встречные, тут еще вот звезда вечерняя, ждем утреннюю звезду, а тут вот и нам выкатили вечернюю звезду, эспер. Всего доброго, до новых встреч, будем, как этот сказал наш главный педофил Москвы, будем наблюдать.